Супер-мега-злёзочка Здравствуйте, ребята! Привет, земляне! Нам с Форточкой очень понравилась ваша планета. Здесь только всего интересного. И пускай операция по нашему спасению затянется надолго. Форточка, ты со мной согласен? Согласен. Мне тоже здесь нравится. Кстати, я провёл целое расследование в поисках причин возникновения крушения нашего космического корабля. И знаете что? Что? Я нашёл её. Оказывается, кто-то полностью перекрыл подачу жидкого водорода к двигателю. А ведь именно жидкий водород является топливом на космических судах. Ну кто же это мог быть? Ведь на корабле никого кроме нас не было. Я полагаю, это Форточники. Пружинкин, Космоножка и Шнобзель. Они опять тайно пробрались на наш космический корабль. Ох, злодеи! Вот им бы только всё портить! Ну, погодите, мы до вас ещё доберёмся. Они спрятались среди обломков космического корабля. Ребята, помогите нам отыскать форточников. У нас получилось! Вы помогли нам найти вредителей. Вот пускай теперь посидят в клетке и хорошенько подумают. Ох, мне их даже жаль немножко. Ну ладно, это ненадолго. Обещаю, что мы их выпустим. А теперь форточка расскажет нам что-нибудь интересное. Ну, например, про планеты. Да, Вилуна, с удовольствием расскажу. Тем более, что я успел побывать на разных планетах Солнечной системы. Солнечная система? А что это такое? А давай спросим у ребят с планеты Земля. Знают ли они, что такое Солнечная система? Давай! Привет! Солнечная система состоит из одной самой главной звезды – Солнца, вокруг которой на разном расстоянии вращаются 8 планет. Своим сиянием Солнце делится своей энергией с планетами. Без Солнца на Земле не было бы тепла, и мы бы не смогли на ней жить. Форточка, а как выглядят планеты и как они называются? Планеты – это крупные шарообразные небесные тела, которые вращаются по своим орбитам и, в отличие от Солнца, не излучают энергию. Самая близкая к Солнцу планета – Меркурий. Она самая маленькая и быстрая. Планету Меркурий назвали в честь древнеримского бога торговли. Он был очень быстрый и никогда не уставал. Он не спал ни днем, ни ночью. Интересно. А еще на Меркурии много кратеров. Очень неудобно на каблуках. Велуна, ты забыла сказать, что Меркурий – одновременно жаркая и холодная планета. Температура с солнечной стороны прогревается до 427 градусов Цельсия. А в тени температура может упасть до минус 193 градусов. Ах, этот удивительный мир! Второй планетой считается Венера. Венера – планета любви. Так хочется влюбиться. Какая любовь! На Венере совсем нет атмосферы. А еще это самая горячая планета. Именно поэтому мне там не понравилось. Ну, не знаю. Лично я люблю жару. Тем более у меня столько купальников. Да, купальники – это, конечно, хорошо. Только купаться на Венере негде. Зато загорать можно. Скорее сгореть. Форточка, ты пессимист какой-то. Пессимист – это хорошо информированный оптимист. Продолжаю. Третьей планетой в Солнечной системе является… Форточка, давай у ребят спросим. Хорошо. Ребята, как называется третья планета? Земля! Молодцы, ребята. Ну, конечно же, это Земля – планета, на которой вы все живете. Не ожидал, что земляне такие сообразительные. Тогда я расскажу вам, как называется четвертая планета. А я знаю. Ребята, может, и вы знаете, какая планета находится за Землей. Ее еще называют Красной. Ну, наверное, потому что ей постоянно стыдно. Красная она из-за железа, которое содержится в этой планете. А вовсе не потому, что ей стыдно. Есть еще шоколадка такая. Ну, догадались? Марс! Чтобы долететь до Марса с планеты Земля, нам понадобится целый год. Ну, мы не собираемся на Марс. По крайней мере, сегодня. Пятая планета – Юпитер. Она самая большая и самая тяжелая. А вот шестую планету легко запомнить, ведь она украшена огромным кольцом. И называется она Сатурн. Форточка, но ведь у седьмой планеты под названием Уран тоже есть кольца. Правда, они и очень тоненькие, и почти незаметны. А еще Уран вращается не так, как все планеты, а в другую сторону. Поэтому его называют Белая Ворона. Белая Ворона – это человек, который отличается от других. Форточка, мне кажется, мы с тобой – белые вороны. Вилуна, мы являемся белыми воронами только на планете Земля. На нашей планете, Бета-Крипик, мы такие же, как все жители. Ну что ж, вот мы и подошли к восьмой и последней планете в Солнечной системе. И называется она Нептун. Наверное, ее так назвали в честь Нептуна, римского бога морей. А еще я знаю, что на планете Нептун очень ветрено. Поэтому, если ты когда-нибудь решишься на ней побывать, обязательно одевайся потеплее. Хорошо, Белуна, я обязательно так и сделаю. Ой, Форточка, что-то у меня голова кружится, как планеты в Солнечной системе. Ладно, Белуна, хватит информации на сегодня. Тем более, что наши форточники все еще в клетке. Нужно их скорее освободить. До встречи, ребята. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин